Обсудим эти активные изменения. Изменения действительно активно развиваются. В нашем эфире Дмитрий Орешкин, российский политолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Дмитрий Борисович, да, сейчас все живо обсуждают последствия этого бунта для Путина и всей России. Мировая пресса пестрит заголовками. Все говорят о том, что власть Путина пошатнулась как никогда за все время его правления. Он испугался, он не контролирует силовиков и так далее. Но вот еще один какой интересный эффект проявился, и хотел бы его с вами обсудить. Ранее мы говорили о том, что в России растет число симпатиков у Пригожина, а сейчас мы увидели это воочию. Как вы можете объяснить вот эти настроения россиян, которые радостно встречали Пригожина, аплодировали ему, тянулись пожать руку ему, его бойцам? То есть получается, каким бы он ни был страшным, но оказался гораздо ближе к народу, чем Путин, который прячется за охраной и за карантинами. Правда ведь так? Ну, я думаю, ситуация немножко сложнее, потому что многослойная. Кто-то в Ростове кинулся покупать постное масло, там, спички и гречку по старинным традициям Советского Союза. А кто-то пошел фотографироваться с господином Пригожиным и его сторонником. Так что тут ситуация не так проста. Так всегда бывает, когда в такого рода политических структурах кто-то берет верх. Когда в город входит армия, ее встречают с цветами. Когда армия из города выходит, ей стреляют в спину. Так было еще и во время Великой Отечественной войны. Так что общество многослойное. Конечно, Пригожиным много сторонников. Ну, буквально неделю назад Рамир провел опрос социологический. И выяснилось, что среди вызывающих доверие персонажей на пятом месте это было место Жириновского. Оно освободилось и его занял Пригожий. То есть иерархия такая. Путин, Лавров, Шойгу, Мишустин и пятый Пригожий. Его, конечно, поддерживает, ну, так скажем, Z-патриотическая составляющая. Примерно 25% нашего населения. Естественно, они были на улицах. Сейчас они переживают когнитивный диссонанс, разрыв шаблонов. Потому что они любят крутых пацанов. И Пригожий всегда был крутым пацаном. Резал правду матку. Ну, как все популисты себя ведут. Критиковал зажравшихся начальников. Эта публика начальников не любит. Ну, а кто их вообще-то любит? Но вот сейчас-то оказалось, что в критический момент Пригожий разменял своих 25 сторонников. 25 тысяч, прошу прощения, сторонников. И куда-то исчез. И поэтому его сторонники в соцсетях переживают разрыв шаблонов. Ну, как же так? Он своих бросил. А, как известно, своих не бросаем. Написано на знаменах. И у Путина, и у Пригожина. Так что, я думаю, что можно говорить про то, что эти люди, они же ориентируются на личность. Они не ориентируются на государство. И на государственные институции. И это очень характерно. Вот смотрите. Ведь есть так называемые правоохранительные органы. По смыслу слова, они должны охранять право. И в этом случае, если они действуют в рамках правового государства, они должны были бы вышвырнуть вот этих вот пацанов, которые приехали в миллионный город Ростов, вошли ни много ни мало в штаб Южного военного округа, расположились там совершенно непринужденно, и по существу взяли город в оккупацию. Где блистательная Росгвардия? Где блистательная ФСБ? Где господин Голубев, который губернатор Ростовской области? Не зря люди скандировали позор этим правоохранительным органам. Но я хочу довести эту мысль до конца. Понимаете, если бы они защищали право, они бы понимали, как надо действовать. Они видят несанкционированный, произвольный захват центров управления. Соответственно, этих людей надо встречать оружием. А все эти доблестные защитники, они сидели ровно на пупе и ждали, чья возьмет. Потому что они защищают не право, эти правоохранители, они защищают личность. Все эти Золотовые, Кадыровы и все прочее, они ориентируются на персонаж. И если этот персонаж сменится, они будут точно так же ему подлаивать, подвизгивать и махать хвостом. Это самое неприятное открытие для зет-патриотов. Прошел бы победным маршем Пригожин, присоединились бы к нему какие-то войска. И вся эта публика кинулась бы ему присягать на верность и говорить, ну, наконец-то ты освободил нас от кровавого диктатора. Вот эта фишка, которая называется путаница между Отечеством и вашим превосходительством, она какая-то очень систематически повторяющаяся. Когда родин, любовь к родине заменяется начальством любвием. Пригожин начальник, значит, вот он крутой пацан, поэтому с ним не очень умные люди спешат сфотографироваться, обняться и им восторгаться. Сейчас они, огрызаясь, уходят куда-то в нору, прячутся и говорят, что вот, Пригожин молодец, если бы он был, не отдали бы Ровнополя или Ровнополя, я не знаю, как правильно назвать это село. Ровнополь. Ну, что тут скажешь? Это на самом деле знак деградации государственности. Путин уничтожил систему права, где и полицейские, и спецслужбисты понимают, что им надо охранять государственные институты. А нет, нет, все сведено к одной личности. Это в политическом языке можно назвать словом вождество. Кто начальник, тот и прав. Вождь Путин, хорошо, мы его любим. Вождь Пригожин еще лучше. Потом мы его разлюбим, какого-нибудь другого вождя захотим. Это вот как раз совершенно далеко от европейской системы ценностей. И, кстати, именно поэтому не такой уж слишком сильный удар по Путину получился в глазах путинских сторонников. С точки зрения Европы, да, он продемонстрировал неспособность руководить, дать вовремя отпор и так далее. А с точки зрения значительной части сторонников Путина, он все-таки победил, значит, он и молодец. Значит, он и прав, мы его будем любить. Ну, подождите, наверное, рано еще говорить, что победил. Вообще-то, я как раз вот хотел спросить. Смотрите, очень явная была реакция у Путина. Он обратился, так сказать, к нации, к России, когда только это вот все стало очень активно развиваться. И, собственно, все называл вещи своими именами. Мятеж, предатель, необходимо остановить, уничтожить и так далее. А сейчас о чем говорит то, что Путин молчит? Вроде бы же все как-то нормализовалось, да, рассосалось. Опять же, с нашей точки зрения, с вашей, моей, с точки зрения европейских политиков, это нонсенс. Потому что утром человек говорит о том, что он ответит, вот этот государственный переворот, мятеж, ответит по всей строгости закона перед законом и народом. А через там несколько часов все забыто. Потому что пацаны собрались, пацаны перетерли, значит, договорились. И Лукашенко, примерив на себя миротворческую итогу, чрезвычайно довольный разрулил эту ситуацию. Причем, обратите внимание, Лукашенко ведь из его пресс-службы использовала такой термин, как переговоры. Для Путина этот термин недопустим. Он что, со своей челядью, что ли, будет переговариваться? Со своим официантом и поваром? Так бы он его легализировал, да, если бы он там договорился? Ну да. Значит, Путин этого не сказал. А Лукашенко сказал переговоры. Как он сказал, там очень выгодные условия. В сказочной российской терминологии это называется «Редиться с государем», то есть спорить, там, торговаться с государем. Недопустимо. А для Лукашенко допустимо. Но, опять же, путинские сторонники это проглотят. Они забудут, что он обещал суд. Они забудут, что, вообще-то говоря, если открыто уголовное дело, то можно было бы прочитать, и нужно было бы прочитать, обоснования, по которым это дело закрыто. Этого всего не будет. Ребята забыли, проехали, заиграли, как говорили в детские времена на футбольных площадках. Нарушение правила заиграно. Но осадок останется. Конечно, вот даже среди путинских патриотов есть некоторое непонимание, раздражение, агрессия даже. Но они защищают свою картинку мира, они защищают свою, скажем, личность, субъектность, скажем так. А вся субъектность у них заточена либо на Путина, либо на Привожина. Просто чувствуют себя гражданином и требуют соблюдения прав, которые прописаны в Конституции, в уставах, в законах. Нет, нет, это в голову не приходит. Ориентация на сильную личность, на харизматик. Но и тем не менее, раньше обсуждалась одна личность, да, Путин. А теперь на Путина или на Привожина? То есть это уже прецедент такое, что... Конечно. Конечно. И это как раз признак того, что Путин уничтожает российскую государственность, заменяя ее вождеством. Государство – это, ну, скажем так, набор политических конституций. Конституция, честные выборы, независимый суд и так далее. Это все рукой смахнули со стола. И госпожа Симонян говорила, что все эти писанные нормы идут лесом в кризисной ситуации. Это, опять же, фундаментальное отличие от европейского взгляда. Пусть мир рухнет, но закон восторжествует. Римская формулировка такая. Нет, здесь не так. Пусть рухнет закон, а вот сильная личность останется, и мы будем ей подчиняться. Это, в общем-то, мы от этого освобождались. Россия, как страна, от этого освобождалась, и процентов 20-25 населения освободились. Но 75% остались вот в той еще советской модели, когда нужен великий вошь товарищ Сталин, который нас спасет, поднимет с колен, ну и так далее, и разденет тоже, и убьет, если надо. Ну, что делать? Такая жизнь. Да. Ну, смотрите, что по итогу. Пригожин куда-то исчез, толком никто не знает, где он. Говорят, где-то кто-то видел его в одном из минских отелей, не знаю, правда или нет. Но передает всем привет, это сообщает его прислужба. Ему пообещали, что уголовное преследование против него и его наемников будет прекращено, но, как сообщает издание «Коммерсант», дело об организации вооруженного мятежа по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации против основателя Чивакова Агнария Гения Пригожина на данный момент не прекращено. Более того, в Госдуме России звучали призывы от Гурулева, члена Комитета по обороне, разобраться с следствием с главой ЧВК Вагнер. Пригрозил ответственностью за сбитую авиацию, кстати, тоже Минобороны России, за погибших солдат. И вообще, сказал тот же Гурулеву Пригожину лучше самому застрелиться пулю в лоб. И еще, не знаю, видели ли вы, появился страшный ролик, где солдаты регулярной армии России казнят сторонника Вагнера. Правда или нет, но ролик такой был. То есть, как-то все еще совсем непонятно. Никто... Понимаете как, в условиях деградировавшей государственности политический ресурс остался один – сила. Вот когда за Пригожиным, и он думал, что это так, за ним 25 тысяч штыков, это звучит ровно так же, как 10 лет назад про себя говорил товарищ Золотов, начальник Росгвардии. За мной 350 тысяч штыков. Вот они вот именно так себя меряют. В нормальных условиях за политиками бывают избиратели. Для этого нужны нормальные условия. Для этого нужна электоральная процедура, соблюдение, опять же, права. Здесь про избирателя никто не говорит. У кого сколько за спиной танков, крупнокалиберных пулеметов и, соответственно, штыков. Так вот, история в путинской России отличается тем, что Пригожина раздели. У него не осталось техники, у него не осталось штыков. Он, видимо, бежал в Белоруссию. Но, конечно, он взял с собой каких-то наиболее преданных и верных начальников. Там несколько десятков, может быть, сотен в качестве личной охраны. Лукашенко, естественно, не позволил бы ему прийти туда со всей ЧВК «Вагнер». Нужно ли Лукашенко 25 тысяч обученных, агрессивных, отмороженных бойцов, которые могут Лукашенко взять, сбросить и посадить на его место Пригожину? Нет, не нужен. Поэтому он ему дал убежище, но голому, слабому и бесперспективному. Единственное, что может быть, что от тех, кого Пригожин оставил с другой стороны границы в России, их, конечно, сейчас раскассируют по другим частям. Они представляют из себя угрозу. Кого-то из них, возможно, уже убили. Я не видел это видео, и действительно вопрос неоднозначный. Но что их разделят, потому что корпус представляет из себя угрозу, и будут использовать в боях как штрафников, загоняя в самое пекло. Чем их меньше останется, тем штаб Шойгу будет чувствовать себя спокойней. Мне кажется, совершенно неизбежным процессом. Но если Пригожин не сломался, он может с территории Белоруссии каким-то образом устанавливать связи со своими сторонниками, прежними или новыми. А они есть, просто они не явные. И в этом смысле он продолжает представлять теоретическую угрозу для Путина. Для борьбы с этой угрозой, конечно, Путин и ФСБ начнут чистку армии. Начнут выявлять нелояльных офицеров, проводить фильтрацию. Но это они как раз умеют. Это и лучше, что... А Шойгу с Герасимом в эту чистку попадут? Они ведь пока остаются тоже на своих должностях? Я думаю, что Шойгу раздражает не только многих полковников, майоров, подполковников и даже генералов рядовых. Он раздражает и Путина. Но если бы Путин его убрал сейчас, то это выглядел бы, пункт первый, как уступка Пригожину, повару своему. Это не царап. Второе, что это есть признание того, что не все идет по плану. А Путин же упорно повторяет, что все идет по плану. Мы еще всерьез не начинали и так далее. Поэтому, конечно, у Шойгу сон стал беспокойный. Конечно, его позиции сильно ослабли. Но если его и скинут, то не завтра и не послезавтра. Надо выдержать какую-то паузу, чтобы не было очевидной связи между этими событиями. И в этом смысле господин Дюмин, который кинулся в переговорный процесс в надежде получить кресло министра обороны, несколько поспешил. Хорошо. А Лукашенко, зачем ему вообще ввязываться в эту всю историю и сейчас ютить у себя на территории Пригожина? Какие выгоды Лукашенко преследует? Понятно. Я думаю, что Лукашенко рассматривает Пригожина примерно как турецкие султаны рассматривали Янычаров. То есть это все-таки силовой ресурс. Лукашенко всегда тревожится, что его спецслужбы, даже несмотря на то, что они руководятся его старшим сыном, могут смотреть в сторону Лубянки. И они наверняка смотрят. И он прекрасно понимает, что наверняка есть большое количество скрытых агентов среди его и офицеров, и спецслужбистов. А здесь у него какой-то дополнительный корпус, который целиком от него зависит сейчас. Потому что у Пригожина не осталось вот того политического ресурса, который был. Соответственно, для того, чтобы спасти себя, Пригожин будет спасать Лукашенко. Важно не дать ему усилиться слишком сильно. А Лукашенко это умеет. То есть он Пригожину приподняться не позволит. Но зато он получил вот этот корпус Янычар, который в Турции использовали с султанами для охраны, потому что они были чужие. Они были из трансхристианской культуры. Им не светила власть в Турции. Их благополучие, счастье, безопасность целиком зависели от султана. Это традиция восточная. Держать чужаков в качестве личной охраны, гвардии вот такой, которая обеспечивает тебе безопасность. Кроме этого, Лукашенко, конечно, в очередной раз выиграл, показав, что он-то контролирует ситуацию у себя в колхозе. У него все в порядке. Характерна его лексика. Вернее, не его персональная, а его, скажем, пресс-служба. Во-первых, он сказал, что да, это были переговоры. Это я уже сказал. А во-вторых, что не менее интересно, он сказал, что мы это организовали для того, чтобы не допустить кровопролития на территории России. То есть, кровопролитие на территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, которые Путин уже произгласил России. Лукашенко территории России, точнее говоря, пресс-службы Лукашенко, не считает. Это как бы ничего. Это не кровопролитие или это не кровопролитие на территориях России. То есть, Лукашенко, между делом, подчеркнул свой суверенитет, свою субъектность. И Путин был вынужден воспользоваться ее услугами, потому что понимал, что ситуация может выйти из-под контроля. Так что Лукашенко имеет право выпить шампанского. Он доволен собой. Он настоящий пацан, потому что контролирует ситуацию. В глазах той публики, о которой мы с вами говорили. Скажите, а может быть, Лукашенко тоже, может быть, наверняка аппетиты свои имеет какие-то. Он сейчас, понимая, что Путину недолго осталось. Понятно. В историческом смысле, да. Да. И заманив к себе сейчас Пригожина. И с его помощью теперь будет пытаться и сохранить свою власть, и, возможно, опрокинуть Путина, реализовав тем самым свои давние амбиции. Мы знаем, с ельцинских времен заехать в Кремль и возглавить некое, не знаю, объединенное российско-белорусское государство. Вот я тоже все время про это думаю. Поэтому мне несколько озадачивает позиция многих западных аналитиков. Они полагают, что Лукашенко не популярен. Соответственно, Лукашенко слаб и так далее. А в той системе, которую построили Путин, Лукашенко, Гурбан-Гуллиберд и Мухаммедов у себя в Туркмении, наплевать на мнение общественное. Значит, кто победит, тот и прав. И он объяснит народу, что он отец родной спаситель и так далее. Лукашенко, поскольку обеспечивает лояльность силовиков, контролирует ситуацию. Он запад его не признает даже президента. Ему глубоко на это наплевать. А вот увеличить свои силовые ресурсы, это у нас всегда пожалуйста. И поскольку у него очень развито политическое чутье верховое, он понимает, что из Крымля пахнет политическим трупом. Он понимает, что год, полгода, три месяца, два года. Но время Путина истекает. И вот здесь он может прийти в братских объятиях с Пригожиным, да, действительно, распространить свое влияние на оставшуюся часть России. Вот то-то нам будет всем радости. Я к тому, что Путин, уничтожив основание российской государственности, превратил Россию в султанат, где вопрос о власти решается с помощью силы. И только силы. И в этом смысле Лукашенко, если он сохранит силу, имеет перспективы. Россия перспектив не имеет. А у Лукашенко все в порядке. И он может быть начальником этой самой России. Да, да. Мне кажется, сейчас уже выбирая между какой-то благосклонностью Путина и Пригожина, наверное, он все-таки больше тяготеет к Пригожину. Ну, во всяком случае, Пригожин для него некоторая гарантия суверенитета. А если ведь Путин кончится, то ядерное оружие в Белоруссии останется. И здесь как раз пригожинские архаровцы могут легко снести охрану этого самого ядерного арсенала, который там обеспечивается деморализованными российскими вооруженными силами. И тогда Европа получит или еще одного диктатора с сатарной бомбой, или Лукашенко получит свое распоряжение всю Россию до Дальнего Востока. Я не хочу сказать, что это вариант, который обязательно состоится. Но это вполне себе возможный вариант. Да. Вообще, поход Пригожина на Москву в том числе показал, что российская столица вообще не готова к обороне. Мы видели, там судорожно начали рыть рвы. Там собирались останавливать коммунальной техникой, военную технику ЧВК «Вагнер». И большой вопрос еще, кстати, как бы московская полиция себя повела. И может так же, как в Ростове. И мэр Собянин, как бы он принимал Пригожина, тоже как-то ничего не слышно. Может быть, ключи от Москвы вынес ему? Да я думаю, вынесли бы. Я думаю, вынесли бы. Другой вопрос, что... Ну, это в политике не новость. Когда были 100 дней Наполеона, когда Наполеон высадился на берегах Франции, парижские газеты писали, что корсиканское чудовище высадилось там на побережье с целью завоевать Францию. Прошло 100 дней, и те же самые газеты писали, что Париж восторженно приветствует своего императора. И здесь мы перестроились. Другой вопрос, что Пригожин, он думал, что наглость его не знает границ, и все испугаются и будут к нему присоединяться. Но вроде не получилось. Армия отошла. Она изолировалась. Она куда-то исчезла. Ведь Путину пришлось для того, чтобы останавливать Пригожина, опираться не на Росгвардию, не на Шойгу, не на ФСБ, а на господина Кадырова. Опять же, по принципу тех самых Нукеров или Янычар. Кадыров и его будущее целиком зависит от персонального будущего Путина. Поэтому кадыровцев нагнали в Коломну за 100 километров от Москвы с тем, чтобы они остановили Пригожина. Государственные институции не работают, потому что начальники армейские сидят и ждут, чья возьмет. А потом они принесут ему торжественный адрес и поздравят с заслуженной победой. А проигравшего назовут предателем и кем-то там еще. В данном случае проиграл Пригожин. Мне кажется, проиграл. То есть, скажем так, проиграли оба. Проиграли оба, но Пригожин проиграл значительно больше. Все-таки Путин ситуацию контролирует. Он скоро объяснит, что это был заговор американцев в союзе с инопланетянами. Люди это проглотят. Им расскажут, что Пригожин мерзкий олигарх. У него полгрузовика валюты, еще чего-то. Все это будет сделано. И Путин удержит ситуацию. Другого вопроса, что вера прошатнулась. И, что очень важно, в функциональном смысле, появилось то, что называется альтернативная фигура политическая. Чего Путин никогда не допускал. Он всех, кто был ростом выше колена, уничтожал. И здесь вот выскочил... Ну, предают всегда свои известные фразы. Тут выскочил какой-то повар, какой-то официант. Вообще бог знает кто. И вдруг оказалось, что если он набирает 25 тысяч головорезов, то он становится реальной политической силой. Вот это и ужасно. Потому что вот теперь политическая элита, это с одной стороны Путин, с другой стороны Пригожин. Все более или менее вменяемые политики, неважно какие, как их зовут, левого, правого, националистического окраса, какого угодно, демократического, их просто нет. Все это Миронова, Зюганова и прочие, они... Это просто массовка. А игрок, Пригожин, игрок начал партию, ее проиграл, но не умер. Так что, может быть, он еще что-то попытается сделать. Но раскол пока обозначился. И огромное количество военных людей сидят сейчас и думают, а что, так можно? Вот Пригожин сказал, что так можно. И в этом смысле он пробил дыру, потому что казалось, что так нельзя, так невозможно. Вот если какой-то отчаянный полковник посмеет организовать какой-то заговор между другими своими друзьями, полковниками, то он может сделать то же самое, только будет действовать еще отчаяннее Пригожина. Короче говоря, путинская вертикаль власти, уничтожившая российскую государственность и заменившая ее такой среднеазиатской или советской моделью вождества, она показала свою слабость. Ну просто сторонники, что Путина, что Пригожина, этого никогда не примут, потому что им кажется, что все дело в сильном вожде. Вот другой вопрос, что Путин может оказаться недостаточно сильным вождем, не настоящим царем, без признаков там, без знаков на теле царских, да? А какой-нибудь самозванец, первый или второй, времен смутного времени, если ему повезет, может стать большим начальником. Пригожин – это тот же самый Гришко Трепев. Да, да, да. Что ж, спасибо, Дмитрий Борисович, за эту беседу, спасибо за разговор. Дмитрий Орешкин был в нашем эфире, российский политолог. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...